Продолжаем курс изучения болгарского языка и напоминаем, что теорию видеокурса вы сможете закрепить на практике с помощью упражнений, значительная часть которых находится на нашем сайте в открытом доступе. Желающие пройти более интенсивное обучение смогут приобрести полный курс упражнений, а также дополнить его занятиями по скайпу с нашими опытными преподавателями-носителями языка. Все указанные выше союза связывают предложения по условию времени. Первые два из них, когато и като, полностью взаимозаменяемы. Штедойда когато свырши работо, штедойда като свырши работо – приду, когда закончу работу. Следующую группу союзов – штом, виднаго след, след като – можно перевести после того, как «штом купи дрехи ты, тяшты ги ублечи» – после того, как она купит эту одежду, она ее оденет. Эти союзы полностью взаимозаменяемы. Союз «приди да» указывает, что перед текущим событием должно произойти что-то другое. Например, «приди да из ляза, за тварям прозорится». Перед тем, как выйти, закрываю окно. И, наконец, союз «до като», указывает на основное действие, на фоне которого происходит другое второстепенное действие. То есть, слушая музыка, до като учи. Во время того, как он делает уроки, он слушает музыку. Следующие три союза – союзы «причины» – «за что-то», «поне же», «ты като». Их можно назвать взаимозаменяемыми с одной лишь оговоркой, что первая из них никогда не стоит в начале предложения. «Анна сипучива» – «за что-то е из морена» – «Анна отдыхает, потому что она устала». В этом примере допустимы все союзы. А вот в следующих примерах допустимы только союзы «поне же» и «ты като». «Поне же петя и гладна», «тяжтасы купи пицца». Так как Петя голодна, она себе купит пиццу. Союзы «причины» – «че», «сякаш», «кото чели». Союз «че», «что» применяется, когда одно утверждение логически следует из другого. «Азнам чештес печеля состязание то». Я знаю, что выиграю это состязание. «Майката мисли, чадетету е болно». «Мать думает, что ребенок болен». Взаимозаменяемые союзы «сякаш» и «кото чели» переводятся как «будто бы», «как будто». «Петя танцует так, будто бы она балерина». Наше очередное занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangeschool.com. До встречи на новых занятиях! Успешен день, до виждане!